Всем привет, друзья! Вопрос убежища сегодня стал более актуальный. Это связано с визами и ограничениями для граждан Средней Азии, а именно граждан Кыргызстана. Сегодня мы с Игорем, это журналист, известный журналист, член Международной Организации журналистов, который уже долгое время занимается направлением убежища, о своем статусе. Игорь, представься, расскажи о себе. Я думаю, многие тебя уже знают. Зовут меня Нанакин Игорь, я член Международной Ассоциации журналистов. Занимаюсь вопросами, как уже я сказал, получения убежища в Соединенных Штатах. Помогаю людям грамотно составить свои истории, свои кисти. Сейчас связи с тем, что президент Трамп всячески старается ужесточить въезд для граждан бывшего СНГ, для граждан бывшего СССР, нынешнего СНГ. Сейчас въезд несколько усложнился. Но, тем не менее, въезд вполне возможен. Игорь, скажи, пожалуйста, мы сейчас поговорим о Кыргызстане, об основаниях, потому что часто возникает вопрос, а вот есть ли у меня основания, вот я хочу поехать в Мексику, там подать на убежище, в США. А вот подойдут ли такие основания или не подойдут? Мы с тобой делали, и была у нас рубрика по Средней Азии по странам. Давай вот скажи, пожалуйста, за 2019 год по Кыргызстану, какие события произошли и какие основания можно использовать для подачи на убежище в Мексику, США через Мексику? Ну, в Кыргызстане в прошлом году оснований для подачи на убежище стало только больше. На самом деле власть ужесточает, ужесточает свое отношение к гражданам, гражданскому обществу. Может быть, ориентируясь на российские реалии, с которыми сейчас политически Кыргызстан пытается сблизиться. То есть сейчас принимаются законы, которые ужесточают деятельность неправительственных организаций. Правоохранительные органы начали практиковать расплывчатые формулировки типа возбуждения вражды. Начинают предъявлять материалы, связанные с религиозным экстремизмом и обвинять в экстремизме. Я понял. Скажи, Игорь, смотри, у них в Кыргызстане сменился президент. По идее должно было что-то измениться. Изменилось ли? На самом деле там ничего не изменилось. Изменилась только группа, которая находилась у власти. И сейчас нынешний президент, вернее прошлый президент Атамбаев, он находится в оппозиции. И в прошлом году, кстати, одним из таких значимых событий для Кыргызстана была стрельба возле дома бывшего президента. Понятно. Давай по направлениям пробежимся. Скажи, вот направление основное, которое используется в США и, кстати, очень много выигрышных кейсов и процентов даже по тем судебным округам, которые нелояльно относятся к мигрантам, в том числе из Средней Азии. Направление домашнее насилие. Для Кыргызстана это очень актуально. Здесь есть древние обычаи, которые никак не могут искоренить никакие власти. Это похищение женщин. То есть, просто похищают молодых девушек, насильно выдают их замуж и в итоге сломанная судьба. Да, это является основанием? Да, это является очень серьезным основанием. То есть, американцы вполне себе лояльно относятся к такого рода защите. Да, ребята, хотел ставить ремарку, что здесь важно иметь принадлежность к социальной группе, а именно женщины, которые подвергаются домашнему бытовому насилию. У этой группы должны быть определенные признаки для того, чтобы это было выигрышно в американском миграционном суде. Да, конечно. То есть, принадлежность к социальной группе и как раз это является тем самым базовым, ключевым моментом, с которого формируются кейсы и делается основание. Ну, очень многие американские миграционные судьи с пониманием относятся вот именно к этим моментам, к моментам домашнего насилия. Понятно. И направление ЛГБТ? Ну, с этим тоже в Кыргызстане не совсем благополучно. То есть, нет никакой свободы у этих людей, у людей нетрадиционной ориентации, нет никакой свободы. Им запрещают их мероприятия, их унижают, над ними издеваются. Это является тоже основанием, хотя, наверное, менее значимым, чем все-таки домашнее насилие. Я понял. Скажи какие-нибудь последние громкие события, связанные с ЛГБТ и с домашним насилием за конец 2019-го и начало 2020-го года. Ничего такого не было, да? Да. И я, наверное, еще вот хотел бы вспомнить еще одно основание очень серьезное, по которому американцы тоже весьма охотно дают убежище. Это религиозная или национальная вражда. Для Кыргызстана это актуально. Кстати, вот хотел добавить, да, как раз вот сегодня мы в студии, и здесь буквально 30 минут назад как раз были ребята из Кыргызстана, из юга, это был юг Кыргызстана. Да. Асад и супруга, они, кстати, поедут скоро в Мексику, и вот как раз у них там как раз направление, да, национальное. Я как раз хотел, да, об этом сказать. Значит, это, по сути дела, в Кыргызстане существует два субэтоса, то есть северные кыргызы и южные кыргызы. Их даже языки различаются. Поэтому, ну, при некотором старании можно рассмотреть этот вопрос как межнациональную рознь. Опять же, при правильной подаче. При правильной подаче, только при правильной подаче. Участие в оппозиции, Игорь. Например, люди некоторые говорят, вот мы хотим подать на убежище, а сейчас мы возьмем флаг оппозиции, походим, там где-то засветимся, и у нас будут основания. Так ли это на самом деле? Ну, на самом деле, это не самый лучший способ, гораздо более значимый. Значимое – это политические убеждения. Политические убеждения не всегда проявляются на улицах, не всегда демонстрируются размахиванием флагов. Гораздо скорее может быть причиной преследования, скажем, какой-нибудь пост с критикой, пост в интернете с критикой действующей власти. Если таких постов несколько, это уже показывает отношение человека к власти. И это как раз и является основанием для того, чтобы просить политическое убежище на основе политических убеждений. Это одно из самых сильных оснований. Я понял. Ну, я хочу сказать, что так как я тоже с этим связан, и сам тоже писал кейсы, и пишу, бывает такое, что в основном получается, что у людей несколько оснований, и в судебных округах в США какое-то основание могут просто на него не обратить внимание. Хочу сказать, что все-таки направление религия, как основание для убежища, работает в большинстве… Направление религии, да, это действительно сильное, серьезное. Но там требуются доказательства, и там просто так, если там сказал, вот я, допустим, взял эту религию, и меня там кто-то там унижает, дискриминирует, это все, но не так просто. Нет, требуется доказательство, конечно. Человек, который просит убежище на основании религии, он должен принадлежать к этой религии. Он должен реально принадлежать к этой религии. Он должен объяснить суть этой религии. Со всеми вытекающими? Со всеми вытекающими, естественно. Понятно. Игорь, последний вопрос. Скажи, какая там ситуация с Мексикой на границе, когда подаешь на убежище, какой статус человек получает, многие из Кыргызстана боятся ехать в Тихуану, потому что ходят слухи, и да, и такое есть, но не для граждан СНГ, а в основном для граждан Северной и Южной Америки. Тем не менее, что они ожидают свой процесс за границей, за территорию США, на территории Мексики, среди вот этих всех бандитских кланов. И там очень страшно. В середине прошлого года президент Трамп американский ввел ужесточение. То есть, действительно был принят закон, который требует, чтобы человек, который запрашивает убежище в Соединенных Штатах, сначала запросил его в другой стране, через которую он прибыл. Ну, в данном случае это Мексика. Зачастую не рассматриваются запросы, если такого обращения не было. Вот. Хотя, вот, существует прецедент, и достаточно много уже таких прецедентов, когда люди доказывают то, что, находясь в Мексике, они подвергаются опасности. И, если они принадлежат, допустим, к религии или социальной группе, которая в Мексике подвергается преследованию, то не имеет смысла запрашивать никакого убежища. И американские судьи, в общем-то, идут на встречу, они понимают это. Ну, это вот один из, так сказать, вариантов. Вот. Второй вариант, ну, он лежит на поверхности. Ну, запросите вы убежище в Мексике. Вот. Я практически уверен, что вам его не дадут. Надо же доказать, что вам грозит опасность. Ну, запросите. Я понял, это все нюансы и детали, о которых мы не будем так рассказывать, да. Там есть много всяких разных подводных камней. И способов обойти и защитить свои права. Несмотря и вопреки. Фактор, что действительно эти способы существуют. За последние, наверное, дней 30 я сам лично знаю четверых людей, которые перешли границу, вышли из детеншн-центра и сейчас ожидают рассмотрения дела на территории Соединенных Штатов. Да. То бишь, несмотря на ужесточение, убежище все равно дают. Понятно. На этом мы заканчиваем. Спасибо, друзья, что вы подписаны на наш канал. Удачи вам в иммиграции. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Это то, что аж видео. Окей, спасибо за просмотр! Он пришел на мне в Croatia в Moon!